В день рождения всемирно известного оперного певца Дмитрия Хворостовского в Красноярске состоялось торжественное открытие музыкального фестиваля его имени. Гости вечера прослушали оперу «Иоланта», а также посетили вернисаж Ахсара Муреева. В день открытия фестиваля на сцене Большого зала Красноярской филармонии прозвучал шедевр Петра Ильича Чайковского «Опера «Иоланта». За главную партию в опере впервые исполнила одна из самых ярких выпускниц молодежной оперной программы Большого театра России Мария Маталыгина. В концерте также приняли участие солисты Государственного академического Большого театра России, Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича Данченко и Красноярского государственного театра оперы и балета имени Дмитрия Хворостовского. Интересные имена – это фестиваль мирового уровня, который проводится в Красноярске на родине Дмитрия Хворостовского, народного артиста Российской Федерации. И, пожалуй, самое лучшее возможность, самое лучшее средство, если можно так сказать, отдать дань памяти этого замечательного певца, который прославил город Красноярск и Красноярский край на весь мир. Гостей и участников фестиваля Дмитрия Хворостовского поприветствовал губернатор края Александр Ус. Здесь, на Енисейских берегах, родился Дмитрий Хворостовский, которому было суждено стать народным артистом России, звездой мировой величины, одним из самых популярных и успешных певцов современности. На этом октябрьском фестивале 2021 года у нас вновь появится возможность прикоснуться к шедеврам мировой классики «Где блистал Иоанн». В зале торжеств филармонии прошел вернисаж Дмитрия Хворостовский, Дон Жуан и герои романтической эпохи. В экспозиции были представлены живописи, графиков, вдохновленные личностью прославленного артиста и созданы специально для фестиваля художником Ахсаром Муриевым. Центральную часть выставки занимали сценические костюмы Дмитрия Хворостовского из собраний австрийской венской государственной оперы и итальянского ателье «Тирелли». Вот я, например, лично хочу на Диану Дамрау пойти, потому что я вообще не думала, что она когда-нибудь приедет в Красноярск. 21 октября в рамках фестиваля состоится центральное событие – премьера оперы «Дон Жуан» или «Наказанный распутник». Постановка реализована международным творческим коллективом. Музыкальный руководитель – словак Петер Феранец. Концентромейстер – Кристиан Кох из Австрии. Художники-постановщики из Германии, Австрии и России. В спектакле участвуют солисты театра оперы и балета, а также приглашенные исполнители – Самуэль Дейль Джонсон – баритон Австралия, Лука Пизарони – бас-баритон Италия, Мария Маталыгина – сопрано России и другие вокалисты. Петр Феранец работает над оперой уже почти полгода. Ставим сейчас «Дон Жуана», который премьера будет 21-го в театре здесь. Работаем очень насыщенно. И уже с марта месяца, фактически, это мой третий визит. Я здесь сейчас с сентября, так что я уже сибиряк. И, ну, приходите, посмотрите. Участие иностранных исполнителей – большая честь для красноярцев. Организаторы фестиваля постарались создать комфортные условия для артистов и продемонстрировать сибирское гостеприимство. И нас очень тепло приняли. И сейчас просто организуют нам всякие экскурсии. И просто нас балуют. Так что условия очень хорошие. Фестиваль завершится 31 октября большим галоконцертом, на котором прозвучат оперные сцены и произведения, прославившие Дмитрия Хворостовского.